Продолжение следует... 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 момент непосредственно уже по еврозоне поэтому здесь нуждаем покупки однако покупки в более умеренном теме уважаемые коллеги задавайте пожалуйста вопросы по паре евро доллар и я на них с удовольствием отвечу уважаемые коллеги если у кого какие-либо проблемы со звуком вы можете прибавить непосредственно в себе громкость чуть побольше и тогда уже должно быть все хорошо просто у нас были некоторые помехи непосредственно с микрофоном и вы сейчас решили попробовать другой режим вещания хорошо тогда сейчас если вопрос по паре евро доллар нет тогда мы перейдем к обзору пары фунт доллара здесь на мой личный взгляд пара фунт доллара сегодня у нас будет фаворитом потому что можно ожидать хороших отчетов по розничным продажам накануне были данные по среднему заработку данные вышли крайне позитивные несмотря на то что банк англии указывал на низкую производительность труда то есть вот такой получился небольшой парадокс банк англии в своем квартальном экономическом прогнозе указал на слабость на низкую производительность труда на эту слабость и если смотреть согласно экономической теории при снижении производительность труда падают и доходы то есть уменьшаются заработные платы но что мы в итоге увидели банк англии указал на то что производительность труда будет снижаться и ВВП будет снижаться снижаться в 2019 году, тем не менее, вчерашний релиз по среднему заработку продемонстрировал достаточно сильный рост, мощный рост, то есть получается такой парадокс. Вроде бы продукции производится меньше рабочими, но за это они получают большую зарплату. То есть за счет чего им платят полученную зарплату, мне пока что непонятно. То есть вот такие парадоксы отмечаются по Великобритании. И если у нас наблюдается рост среднего заработка, то это позитивно для инфляции и позитивно для потребительских расходов, поскольку люди получают больше заработной платы и соответственно они могут делать больше покупок. Поэтому получается сегодня можно ожидать хороших данных по розничным продажам. И с учетом того, что у нас наблюдается позитивный тендензр на налоговом рынке, доходности и облигации государственных Великобритании растут как по отношению к американским бумагам, так и к немецким бумагам, здесь можно ожидать достаточно хорошего укрепления пары фунт-доллар. Вот сейчас, хотя в Лондоне мы это и наблюдаем. Накануне мы закрепились за сильным экстремумом 58.14 и сейчас получается открытая дорога на отметку 1.60, психологический уровень, круглая цифра. И здесь многие участники рынка будут фиксировать эти ламги, потому что у нас очень такой длительный рост продолжается по паре фунт-доллар, поэтому на психологической отметке будет фиксация прибыли по длинным позициям. Соответственно, до этой области можно ожидать роста, а затем уже некоторая коррекция. Поэтому здесь можно ожидать роста до уровня сопротивления. У нас первое сопротивление на сегодня 58.73. Мы сейчас к нему подходим, затем сопротивление 59.10. И уже после 59.10 у нас сопротивление 1.59.92. То есть вот можно ожидать рост тестировок в область 59.10. Первая цель, вторая цель 59.92. Но, наверное, 59.92 мы сегодня не увидим, потому что все-таки далековато. Это уже, наверное, будет завтра. И затем уже, как я говорил, на круглой отметке будет фиксация прибыли. Поэтому такая вот краткосрочная цель уже более дальняя, это 59.92. Ну а текущая такая более краткосрочная, которую мы можем сегодня увидеть, это 1.59.10 по данной валютной паре. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, вопросы по паре фунт-доллара, я на них с удовольствием отвечу. Как я уже говорил, если сравнивать две эти валютные пары, которые мы сейчас обсудили, это пара евро-доллар и пара фунт-доллар, то здесь получается, фаворитом является пара фунт-доллар, здесь более сильные сигналы на покупку, придашу извинения, здесь более сильный сигнал на покупку по сравнению с парой евро-доллар, потому что у евро-доллар есть неопределенность прогрессии. В Великобритании, конечно, тоже от этого фактора зависит, потому что еврозона была торговый партнер Великобритании, соответственно, стабильность прогрессии – это нестабильность для Великобритании, но в меньшей степени, в большей степени это негатив именно для пары евро-доллар, и поэтому здесь уже у пары фунт-доллар более такие сильные козыри, и, соответственно, она может продемонстрировать более высокий рост фунт от текущего уровня. Николай, что Вы имеете в виду под текущими уровнями, то есть где можно походить в покупке? В учетом того, что сейчас очень сильный рост с открытия Лондона, получается, что у нас может уже и не быть коррекции по данной валютной паре, потому что, соответственно, торгов в Лондоне побежали сразу наверх. Поэтому можно открывать первую покупку на текущей отметке 58.60, ну и вторую покупку можно разместить на 58.14 – это у нас сильный экстрем. Он у нас был сильным сопротивлением, теперь это уже у нас сильная поддержка, то есть можно вот здесь два бай-лимита поставить, и, как я уже говорил, ожидать роста. Первая цель – 59.10, и вторая цель – это уже, наверное, на завтрашний день, это 59.92, в этой области, может быть 59.80. Потому что, в случае того, что был длительный рост по паре фунт-доллар и психологическая отметка впереди, то можно ожидать, что будут фиксировать прибыль, и, соответственно, в этой связи, получается, можно ожидать коррекции непосредственно при подходе в эту область. Вы поняли, почему нельзя триговать основные пары, мы основывались на кроссе, и позавчера почему опустили кросс еврофунт. Здесь, я так понимаю, все еще у нас идет спор между кроссом еврофунт и парой фунт-доллар, евро-доллар, который, наверное, еще будет продолжаться очень долго. Так, перейдем к обзору пары доллар-японская иена. Здесь у нас тоже можно ожидать движение вниз по доллару, то есть вниз по паре доллар-японская иена, потому что Джанет еле наставила доллар без козырек, как я уже отмечал ранее, и также она указала на то, что необходимо увидеть более убедительные свидетельства устойчивого экономического роста в Соединенных Штатах, чтобы повышать процентные ставки. То есть, вчера мы говорили о том, что в мае у нас было ускорение по американской экономике, в первом квартале спад, и сейчас необходимо понять, хватит ли этого ускорения майского для финализирования, то есть, если будут ли они согласны на то, что этого достаточно, и ставки можно в сентябре повышать. Вчера Джанет еле со своими коллегами заявила о том, что этого недостаточно, необходимо и дальше увидеть позитивную статистику, чтобы перейти на повышение ставок. Вот у меня вся эта ситуация, такая возня вокруг ставок, меня наводит на мысль, что никакого сильного экономического роста в Штатах нет, потому что ФРС боится, по-другому я не могу назвать, именно боится повышать ставки. То есть, она боится повысить ставку на 0,25%. Это символическое повышение, потому что, если посмотреть на текущий уровень инфляции, и в целом, как у нас должна работать грязь денежная политика при инфляции, то есть, при инфляции в 1,8, базовой инфляции, ставки должны быть где-то от 1,5 до 2%. У нас сейчас Федрезерв боится повысить ставку до 0,5%. Соответственно, ставки так уже находятся на значительно низком уровне, то есть, при нормальном функционировании экономики. И в этой связи, получается, можно сделать выручную, никакого роста в Америке нет, и это все глутый рост, и получается, что нам просто опускают пыль в глаза, и ничего, на самом деле, никаких 3% за квартал или 5% за квартал, как мы в том году увидели, получается, нет. Потому что, получается, вот такие парадоксы, если анализировать непосредственно экономическую теорию, с точки зрения экономической теории. Если у нас есть хороший экономический рост, значит, у нас есть инфляция, рост инфляции, значит, необходимо повышать ставки. Примерно в уровне инфляции плюс-минус небольшое отклонение. У нас в том году наблюдался рост в Штатах, особенно в третьем, во втором квартале, в третьем, четвертом, тем не менее инфляция падала, что уже противоречит экономическим моделям. И ставки тоже все боятся повышать. Если вы вспомните, что нам говорили представители ПРС, они говорили о том, что хуе завершаем в сентябре 2014 года, и в марте будем повышать ставки. Подошли мы к марту, сказали, что в июне, сейчас у нас июньское заседание. Много говорилось о том, что ставка будет повышена в июне на вчерашнем заседании. Я думаю, многие это помнят. Вчерашнее заседание прошло, и уже перед заседанием говорили, что в сентябре будут повышать. Вчера сказали о том, что в сентябре могут повысить, то есть не дали определенным сроком. Сказали, что один-два раза, наверное, повыска. В этом году эти один-два раза могут также произойти и в четвертом квартале, то есть не в сентябре, а в конце октября и в середине декабря. Поэтому здесь получается такой рост с точки зрения экономической теории, с точки зрения именно этой логики. Потому что если они боятся повышать ставку, если они боятся, что это небольшое повышение на 0,25 процента, 0,25 сотых, будет окажется негативная экономику, это мизерное повышение. Значит, получается там большие проблемы, и здесь тоже получается как можно уверенность на статистике штата. Вот у меня такие мысли по именно Федрезерву. Потому что здесь получается много противоречий. Вроде бы экономика растет, но инфляция падает, такого тоже быть не может. Потому что если у нас есть рост экономики, то цена так же потихонечку падает. Здесь у нас наблюдается рост экономики, инфляция падает. ФРС говорит о том, что рост экономики присутствует, будем повышать ставку. Но вот мы уже ждем с начала года, и вот полгода прошло. Практически у нас 30 июня было первое полугодие завершено, и нет у нас никакого повышения ставок, и говорят о том, что необходимо дождаться более убедительных свидетельств устойчивого экономического роста. Поэтому здесь, на мой личный взгляд, доллар сейчас будет под давлением находиться, потому что было много очарований по доллару. То, что с парой ставки будет повышать, сейчас получается будут разочарования. Соответственно, на этих разочарованиях и доллар будет снижаться. Данные валютные пары у нас сейчас пытаются закрепиться ниже уровня 122.90. И, на мой личный взгляд, здесь можно ожидать снижения котировок. Первая цель – 122.45, и вторая цель – это уже 121 фигура. Это цели по техническому анализу. 121 фигура – это движение от медленных ход. Графические модели от максимума, который у нас был 5 июня. На Пэрлсах установлены 125.85. Затем мы на словах по роду скатились на 122.45. Была коррекция накануне. И вот получается цель – отмеренный ход 121 фигура – 121.04. Это уже такая более среднесрочная цель. Откосрочная цель – это 122.45 в уровне поддержки. И можно ожидать туда снижения. Помимо того, что доллар у нас находится под давлением на фоне слабости, на фоне слабых прогнозов от фидеризерва, и также здесь можно ожидать снижения, потому что закрывает сделку перри трейд. Посмотрите на фондовые площадки, они под давлением. О фондовых рынках Европы мы уже говорили. Посмотрите на японский фондовый рынок, Nikkei также вниз. Если посмотреть на кросс-курс австралийского доллара к японской иене – высокодоходная валюта, к низкодоходной валюты. То есть тоже кросс-курс карри-трейдеров, он также сейчас снижается в течение дня. Получается, сделки карри-трейд закрываются. Соответственно, на этом закрытии сделок карри-трейд также у нас будет спрос на японскую иену, потому что при закрытии сделок карри-трейд закрывают сделки, и выводят именно активы в японскую иену. Потому что брали займы японский иену, теперь эти займы необходимо отдавать. И получается, у нас здесь двойной такой негатив для доллара. Перитрей закрывает это плюс для японской иены. И по QRS у нас негатив по доллару тоже плюс для японской иены. Соответственно, получается у нас два плюса для японской иены. И в этой связи две цели можно проставить. 122.45 первая цель. И вторая цель может быть мы ее увидим, может быть нет. Но такую цель тоже необходимо держать. 121.04 по данной валютной паре. Уважаемые коллеги, издавайте, пожалуйста, свои вопросы по парам евро-доллар, фунт-доллар, доллар-японская иена. И я на них 2.8 отвечу. Ваш прогноз по золоту, Олег. Благодарю за вопрос. Что касается по золоту, я говорил о том, что сценарий продавать от 1187-1193. И мы вчера достигли 1174. И вот говорил я о том также вчера, что если у нас по от ФРС будет негативный прогноз, тогда доллар будет падать. Соответственно, его конкурент растет. То же самое касается и к золоту. Золото также будет расти. Соответственно, те шарты, которые были, необходимо было их закрывать. Вчера мы об этом говорили, что в случае негативных прогнозов доллар пойдет вниз и, соответственно, его конкуренты будут расти. Поэтому можно было выйти, выйти с небольшими даже плюсами, потому что сегодня утром еще котировки в Азию были 1183, а о первой продаже, я говорил, на 1187. То есть еще можно было либо в ноль, либо в минус. Сейчас золото будет расти, на мой личный взгляд, до 1200, до психологической отметки. А там уже необходимо будет посмотреть на дальнейшую картину, потому что в целом золото, на мой личный взгляд, будет находиться в Аплете. Верхняя граница это 1205 и нижняя граница это 1270. Пока что золото будет в Аплете, потому что золото пойдет вниз, как в том случае, когда доллар пойдет наверх, то есть будет спрос на доллар, поскольку сейчас на некоторую перспективу, может быть, на две недели, на одну, две недели, на три, может быть, на месяц, доллар оставили без козырей. Теперь необходимы новые сильные данные для американского доллара. Сильные данные, получается, это у нас с данной инфляцией сегодня, но этого мало, потому что здесь необходимо уже в целом смотреть на компоненты потребительских расходов за второй квартал, то есть мы получим данные уже по второй кварталу в июле месяц, также будут и рынок труда в начале июля, то есть получается до начала июля доллар остался без козырей, и уже только в июле, если будут сильные данные, может получить новые козыри и может укрепляться американской валютой. Поэтому здесь получается флэд до июля месяца, потому что золото не хочет идти наверх, нет сильного спроса, и с другой стороны вниз тоже сейчас не пойдет, потому что нету сильных продаж, поэтому будет находиться в атлете, но и пока что косочная перспектива, это вот цель 1200, психологическая отметка. К этой области золото может подойти. Следующие вопросы. Александр, физический смысл такой вратильности. Рынок двигает умные деньги, вряд ли обыкновенные трейдеры как-то могут повлиять на рынок. Физический смысл. Никогда, уточните, пожалуйста, что вы хотите спросить, потому что я пока что еще не совсем понимаю, рынок двигает умные деньги. Умные деньги, да, действительно, двигают рынок, но здесь необходимо понять, что у нас очень много денег, очень много умных денег у всех своих интересов, поэтому обыкновенные трейдеры вряд ли могут повлиять на рынок. Я с этим тоже согласен полностью, но в чем ваш вопрос, Николай, уточните, то есть физический смысл такой волатильности. Имеется в виду по золоту или по какой валютной паре, уточните, пожалуйста, потому что сейчас мы по золоту говорили. И я не говорил о том, что у нас обыкновенные трейдеры могут повлиять на рынок. Они не могут повлиять на рынок, потому что если нас с вами сейчас на вебинаре всех участников собрать и допустим, всем откроем позицию какую-то, у кого-то там у нас, допустим, 100 долларов, у кого-то 1000 долларов, у кого-то 100 тысяч долларов, все равно мы с вами сможем повлиять, потому что этого очень мало. Я с вами полностью согласен. Уточните, пожалуйста, что конкретно имеется в виду, доллар в паре с фантомом, евро и иены. Здесь что именно, Николай, вы хотите спросить, то есть рынок любит умные деньги. Да, умные деньги, я с вами согласен. Умные деньги сейчас заходят против доллара, особенно они заходят в паре фунт-доллар, потому что фунт сейчас очень сильно себя чувствует, чувствует себя уверенно и демонстрирует хороший рост, вот уже 58.88, то есть приближаемся к первой цели, 59.10, вторая цель 59.92. Что именно вы хотите вот уточнить, действительно, умные деньги двигают, здесь я полностью с вами согласен. Одна, две секунды и 50-70 пунктов. Одна, две секунды и 50, понимаете, здесь, как вам объяснить, здесь, пункты у нас же, они меряют в зависимости от спроса и предложения, то есть от объема на покупку, от объема на продажу. Соответственно, если сейчас, допустим, грубо говоря, доллар покупают на 1 миллион, просто условный пример, а фунты покупают на 15 миллионов, то у нас и, соответственно, быстро наблюдается рост. Если, допустим, у нас доллар покупают на 14,5 миллионов, а фунты на 15, то здесь разница небольшая, соответственно, и котировки также двигаются медленные. Почему евро падает к рублю, если растет евро? Что касается, почему евро падает к рублю, здесь именно история по рублю, здесь рубль укрепляется и по отношению к доллару, и по отношению к евро. Это укрепление коррекционное, мы проводили на минувшей неделе вебинар по российской валюте, и тогда мы сказали о том, тогда я сказал о том, что сейчас у нас будет некоторые коррекционные движения, коррекционные движения вниз, то есть по паре доллар-рубль, по паре евро-рубль, а затем уже также пойдем наверх, то есть рубль будет ослабевать. Поэтому вы посмотрите на российскую валюту, она там за одну неделю сходила на 5 рублей и по доллару, и по евро, то есть по рублю падала из остановок практически, это не нормальное движение, там должно быть нормально какое-то движение, и просто очень высокая волатильность в российской валюте, на 5 рублей вверх сходили, сейчас на 3 рубля вниз идут, поэтому так она и будет дальше продолжаться, потому что очень новая стабильность в российской экономике. Поэтому сейчас получается у нас коррекция, о которой мы говорили на нашем вебинаре, то есть я говорил о том, что коррекции ждем, сейчас покупать не стоит, сразу же, вот мы проводили вебинар в четверг, я говорил о том, что четверг покупать не стоит, необходимо покупать на коррекции, поэтому пока что коррекция еще будет, затем я ожидаю ослабления, потому что большинство факторов указывают на постепенное ослабление российской валюты. Соответственно, если усилится риск со стороны Украины, там очередные новые витки противостояния, то это опять новый негатив, опять эти разговоры о санкциях в отношении России и так далее и тому подобное. И, соответственно, опять мы получим быстрое ускорение падения российской валюты. Про рубль ответил. Значит, здесь спор идет по поводу пункта евро. Я тогда пока что воздержусь и буду отвечать на вопросы непосредственно другие. Я думаю, Влад справится и без моей помощи, потому что Влад человек у нас очень грамотный, очень умный и сможет объяснить свое мнение. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, благодарю всех за внимание. Сегодня мы проведем еще один тематический вебинар в 5 вечера, поговорим о предкосрочной, долгосрочной торговле, взвесим все преимущества и недостатки, поговорим об особенностях. Приглашаю на этот вебинар. Сегодня будет вебинар такой практический, дадим практической рекомендации, на что вообще внимание при торговле предкосрочной, там в течение дня, в течение низких дней и при такой долгосрочной торговле, там на полгода, на три месяца. Вот обо всем об этом мы сегодня поговорим с 5 до 6 по московскому времени. Ну а завтра у нас вебинар в 10.30 по московскому времени, ежемерный обзор валютного рынка Форекс. Еще раз всем успехов, до новых встреч!